Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я расскажу, почему я никогда не куплю себе Xbox One X. Многие мои подписчики, знакомые и игроки, с которыми я играю, каждый раз, когда речь заходит о 4К разрешении, советуют мне купить Xbox One X. Ведь он намного мощнее, графика лучше и на нем более стабильный FPS в играх. Ребят, сколько бы вы меня не переубеждали и не советовали, я все равно оставлюсь верен своей старушке Xbox One Fat и ее подружке Xbox One S. И сейчас я расскажу почему. И прежде чем мы начнем, хочу предупредить вас о том, что это лично мое мнение, оно имеет право существовать ровно столько, сколько и ваше. И рекомендую вам досмотреть ролик до конца, чтобы сформировать правильный вывод с моих слов, а то мало ли не так поймете. И давайте начнем. А начнем мы, пожалуй, с самого весомого для многих аргумента, а именно мощности. Ведь мощность показывает нам силу данной консоли и ее возможности в производительности. Узнав о том, сколько террафок в Xbox One X, можно сделать вывод, что это довольно мощная игрушка, которая обеспечит нам мега реалистичную графику и тому подобное. Знаете, я правда не знаю почему на вас так действует слово мощность. Если по факту для консольщиков она не должна играть никакой роли, ведь у вас все равно продукт разделен по поколениям. И эта мощность будет развиться только с учетом текущего поколения. Если же следующая консоль была бы очень мощной по сравнению с этим поколением, тогда да, смысл действительно есть. Я не эксперт в области технологий, но мне кажется, что Xbox One X способна выдавать намного больше, нежели выдает сейчас. Ведь разница между простым хуаном составляет почти в 5 раз. И вообще, почему такая зависимость от цифр? Тут уже дело психологическое, ведь не очень приятно осознавать, что у тебя самый маленький FPS в классе. Не правда ли? И ты хотел бы его, конечно же, увеличить, чтобы у тебя был самый большой фреймрейт. Тут, конечно, не совсем то, что я имею в виду, но аналогию вы поняли. В случае игровых приставок цифры не важны, ибо игра затачивается конкретно под созданную консоль. Это вам не ПК, где вы можете собрать все из разных комплектующих и показать на экране, что у тебя все 120 кадров в секунду. И в случае восьмого поколения игры будут затачиваться на все платформы, чтобы они везде нормально игрались. Ведь это консоль. И все зависит не от мощности, а от оптимизации игр. Да, без мощности у вас не будет 4К разрешения и 60 FPS, но зато у вас будет в целом красивая картинка и стабильный фреймрейт. Да, повторюсь, что на Xbox One X будет лучше, я этого не отрицаю, но не настолько, сколько хотелось бы. Просто гляньте, к примеру, на тот же RDR 2. В принципе, тут есть различия, но если это смотреть не в стоп-кадрах, вы при игре, возможно, и не заметите данных отличий. И да, вы сейчас смотрите геймплей с Xbox One Fat. Но разве это некрасивая и картинка не сочная? Да, я понимаю, что на Xbox One X это будет еще сочнее, четче и далеко прорисовывание, но не знаю как вам, но меня лично и такая картинка очень устраивает. Насчет того, что нет смысла в мощности, приведу вам яркий пример, а именно с пулгом. Скажите, какой смысл в 4К разрешении, если в игру нельзя было нормально играть? Смысл разницы в мощностях, если игра не была играбельна? Оптимизация, друзья. Только оптимизация. И вообще, Xbox One X, к сожалению, никогда не сможет показать свою мощность во всей красе. А знаете почему? Потому что эта консоль является семейством восьмого поколения. И он себе никогда не позволит сделать неимоверную разницу в графике. Потеряется смысл консолей. Если что, я сейчас именно про визуализацию картинки. Просто посмотрите на разницу между поколениями в одной и той же игре. Этого никогда не будет, ибо такое можно увидеть только лишь при переходе на новое поколение. И знаете, была бы такая разница, я бы купил эту консоль. Ну, увы. Насчет более стабильного FPS. Тут факт, на X-версии он стабильнее. И в некоторых играх выдает все 60 FPS. При условии, что на обычном Хуане идет в 30. Это действительно круто и считается сильным аргументом к покупке консоли. Но опять же, эта возможность достигнута не во всех играх и только в компаниях. В шутерах и в тех играх, где FPS играет важную роль, на всех консолях будет почти одинаковый фреймрейт. Да, на простом Хуане будут проседать до 50 и 45 FPS, но будем честны, без счетчиков вы вряд ли об этом узнаете. Если же будет такой скачок, он будет лишь в короткое время, в случае если ваша локация перегружена. В других же моментах он будет равен 55 и 60 FPS, что вряд ли ваш глаз сможет точно определить этот скачок. 4К разрешение. Опять же, тут выигрывает Хуан Икс. Бесспорно, разница будет видна невооруженным глазом. Но 4К разрешение это лишь более четкие текстуры и более дальняя прорисовка, ибо консоль дает вам просто большую картинку. Я не знаю как вы, но я лично при геймплее не акцентирую внимание на текстуры и дальность, так как мое поле зрения акцентировано именно на персонажа и на ее цели. И как мы знаем, в играх цель будет не так далеко. Возьмем, к примеру, Форзу. Какая разница, как четко будет видно вот эту область, если ты все равно преимущественно смотришь сюда. Как по мне, такие мелочи заставляют восхищаться только людей, реально обращающих на такие мелочи внимание. И опять, смысл этого всего, если дерево, которое стоит перед носом, все равно будет так ущербно выглядеть. Ну слушай, ты вообще капец придираешься тут. Именно так же, как и многие графики в FAT версии. При динамическом геймплее вы вряд ли заметите такие вещи. И самым последним аргументом, который меня волнует в последнюю очередь, но очень важен в этом вопросе, так это цена. Икс версия стоит дороже своих собратьев на 15, а то и 20 тысяч рублей. И когда я задумывался о покупке консолей, я задался вопросом. Разве разумно отдавать 15-20к сверху за более стабильный фреймрейт, который выше на 10-15 фпс, которого я вряд ли замечу? Разумно ли я отдавать их за 4к разрешения при условии, что меня и так устраивает картинка обычного хуана? Разумно ли я отдавать столько денег за консоль текущего поколения, при условии, что у меня и так 2 хуана? Я ответил себе нет. Это слишком неразумно давать столько денег за эту разницу, которая в принципе-то мне и не нужна. Я лучше на 15-20к куплю себе кучу новых игр, а лучше и вообще другую консоль. Да, я адекватно понимаю, что Хуан Икс лучше, не отрицая, но если бы там была реально колоссальная разница как между поколениями, были бы новые игры или же поддержка VR, я бы задумался над его покупкой, так как в нем есть то, что я не могу сделать на обычном хуане. Но в этом случае я играю в те же самые игры, которые играются и на 6 Терафлоксах. Поэтому для меня важен больше функционал и как выглядит картинка в целом, а именно как она представлена в игре. В мультяшном виде или в реальном? Посмотрите на тот же Uncharted 4. Он выглядит капец как реалистично и капец как красиво, несмотря на то, что там нет 4к разрешения и 60 фпс. Посмотрите на тот же Good of War. Опять же, там нет 4к разрешения и хочу заметить, что 4к разрешения там-то и никто не просит, ибо картинка и без этого очень круто выглядит, при условии, что мощности столько же, сколько и на обычном хуане. Оптимизация, друзья. Именно поэтому они так красиво выглядят. И лично я больше даю предпочтение, как визуально выглядит картинка, а не какая дальность и никакие у нее текстуры. Я думаю, вы поняли ход моих мыслей. Хочу это все подытожить. Это видео ни в коем случае не является хейтом X-версия. Нет, это реально мощный продукт, который стоит не так дорого по сравнению с ПК-аналогами той же мощности. И он придется по нраву всем тем, кто хочет видеть еще более четкую картинку. Тем, кто стремится всегда получать что-то больше и лучше. И тем, у кого много денег, и они никогда не задумываются о цене, ведь это премиальный продукт. Если же вам по нраву X-версия, то ради бога, я рад, что она вам нравится. Мне она нравится тоже. Но в ее покупке я не вижу смысла, и лучше я подожду новое поколение, нежели буду давать 35-40 за консоль текущего поколения. На этом у меня все. Думаю, вы поняли мою позицию в этом плане. Если понравился видос, ставь палец вверх, подписывайся на канал, а также пиши свое мнение насчет Xbox One X. Купили ли вы его или собираетесь купить? Большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok